Музыка Наш сегодняшний ролик называется Муаровые узоры и вести его нам поможет Константин Валерьевич Старожук старший научный сотрудник Института математики из Новосибирского Академгородка так что я предоставляю ему слово Спасибо, Андрей Иванович Я хотел бы рассказать про то, как имея внимательные глаза и чуткие уши а может быть наоборот можно заметить в окружающем мире источник удивительных наслаждений которые совсем рядом с нами находятся ведь исследователь это не тот, кто владеет ценным прибором или прочитал 100 книг исследователь это прежде всего тот который задает себе вопрос почему это происходит именно так я хочу показать вам один опыт у меня в руках две обыкновенные расчески но стоит мне только совместить их и начать двигать относительно друг друга как происходит довольно неожиданные и очень красивые эффекты прежде всего если я смещаю расчески по вертикали возникают горизонтальные полосы которые движутся вниз и вверх причем скорость этого движения довольно велика хотя сами расчески двигаются медленно если же я наклоню слегка эти расчески друг относительно друга как возникают вертикальные темные полосы которые при соответствующих смещениях двигаются вправо и влево расположение этих вертикальных полос их плотность и скорость движения меняется в зависимости от угла наклона еще один интересный эффект напротив меня стоит светодиодный студийный светильник в котором светодиоды образуют прямоугольную решетку если я беру одну расческу и располагаю ее напротив светильника то при определенных пропорциях расстояний этой расчески зубья ее буквально исчезают они растворяются и тоже возникают самые разные эффекты соответствующие при наклонах приближения удаления движения вверх-вниз этой расчески ну и вот Константин Валерьевич задал нам вопрос а мы над ним теперь поразмышляем и понятно когда две расчески находятся вплотную друг другу то зубцы одной расчески либо совмещаются для меня зубцами другой расчески либо перекрывают промежутки между ними и никаких дополнительных полос не должно при этом возникать однако совсем другая ситуация получается когда одна расческа находится к глазу на заметно меньшем расстоянии чем другая потому что теперь видимое расстояние между зубцами ближней расчески оказывается больше а для дальней расчески меньше ну и мы сделали простую компьютерную симуляцию и сейчас посмотрим к чему это видимое различие между зубцами приводит и вот мы сделали две гребенки и на одном и том же расстоянии у одной гребенки укладывается 43 зубца у другой 42 а теперь возьмем и совместим их по краям зубцы наложились на зубцы а в середине зубцы одной расчески перекрыли просветы другой в результате в середине возникла широкая темная полоса а на языке интерференции волн мы могли бы сказать о конструктивной интерференции по краям когда волны складываются в фазе и деструктивной интерференции в середине когда волны гасят друг друга в противофазе уменьшим число зубцов в нижней гребенке до 41 теперь зубцы будут совмещаться не только по краям но и в середине а между этими совмещениями зубцы будут накладываться на просветы совмещаем гребенки и у нас получились два периода картины которую в случае волн мы бы назвали интерференционной а в общем случае ее называют муаровой или просто муаром не трудно догадаться что произойдет если мы уменьшим число зубцов на нижней гребенке еще на один теперь мы увидим три периода муаровой картины и на каждом периоде числа зубцов на верхней и нижней гребенки отличаются ровно на единицу а что же будет когда расчески в моем поле зрения двигаются одна относительно другой мы можем и это посмотреть на компьютерной симуляции здесь на верхней гребенке снова 43 зубца а на нижней 40 и мы видим три периода муарового узора а теперь сдвинем верхнюю гребенку на один зубец влево и муаровый узор тоже сдвинулся влево но на целый период а значит с гораздо большей скоростью давайте посмотрим на этот сдвиг еще раз а что будет если мы сдвинем нижнюю гребенку вправо муаровый узор сдвинулся не вправо а влево попробуйте сами понять почему а теперь возьмем две наложенных друг на друга решетки с одинаковым шагом зубцов и слегка повернем их друг относительно друга и у нас получились характерные вертикальные муаровые полосы и чем больше угол наклона тем меньше расстояние между этими полосами для следующего опыта нам потребуется вот такая установка электромотор и он через передачу вращает диск а этот диск поделен на кольца а каждое кольцо поделено на сектора так что в самом внутреннем кольце у нас 15 черных и 15 белых секторов всего 30 с увеличением радиуса число секторов растет и во внешнем кольце у нас 30 белых и 30 черных секторов всего 60 а теперь давайте запустим установку и посмотрим что мы увидим все колесо вращается против часовой стрелки но сейчас мы начнем прибавлять обороты вот мы видим странную иллюзию как будто бы наружное кольцо практически остановилось вот я еще чуть-чуть подкрутил частоту и оно остановилось совсем а внутренние кольца вращаются причем они вращаются по часовой стрелке и каждая с разной скоростью увеличим обороты еще и теперь наружное кольцо вращается против часовой стрелки второй стоит вот мы второй заставили двигаться заставили двигаться третий одни кольца вращаются в одну сторону а другие вращаются в другую все это происходит за счет того что камера на которую сейчас мы ведем съемки сама снимает с частотой 30 кадров в секунду и если чередование черных и белых полос в одной точке пространства тоже происходит с этой частотой то получается что камера каждый раз видит черную полосу в том же месте снова черную полосу и кажется что диск стоит на месте все это называется стробоскофическим эффектом и фактически стробоскофический эффект это такой муаровый узор только развернутый не в пространстве а во времени у нас о нем есть отдельный фильм мы рекомендуем вам его посмотреть получается что мы можем смотреть на муаровый узор как на математическую структуру которая проявляет себя в разных физических ситуациях сегодня я кратко уже упоминал интерференцию волн а еще есть такое явление как биение связанных маятников которое мы недавно рассматривали в ролике маятник Уилберфорса и вот на него ссылка вы можете его посмотреть а теперь пришло время предоставить слово снова Константину Валерьевичу потому что он для нас приготовил еще кое-что интересное в опыте с расческами мы наблюдали как возникает интерференция в результате наложения друг на друга двух периодических линейных узоров те же самые в принципе процессы только может быть более интересно выглядящие будут происходить если мы начнем совмещать периодические структуры с более сложной группой симметрии чем просто группа сдвигов например возьмем две шестиугольные решетки в группу симметрии которые входят не только сдвиги но и повороты на 60 градусов а число и число кратное 60 градусов совместим эти решетки и начнем поворачивать друг относительно друга мы видим как там появляются шестиугольные ячейки они то увеличиваются то уменьшаются по-видимому когда мы совершим поворот на 360 градусов произойдет сколько-то появлений сколько-то уменьшений ну и разумеется если мы эти решетки будем держать параллельно друг другу и то приближать то отдалять друг от друга тоже эти эффекты будут наблюдаться эти или похожие на них и вот Константин Валерьевич показал нам очередную красоту а мы сделали ее компьютерную модель давайте на нее внимательно посмотрим мы тоже смотрели и задались вопросом а вот если представить себе что эти обе решетки неподвижные вращающиеся бесконечны то при повороте не на угол кратный 60 градусов совместятся ли какие-нибудь кружочки кроме центрального вокруг которого происходит вращение и в этом смысле будет ли получившаяся структура абсолютно периодичной или нет ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе на ютубе